Здравствуйте, дорогие друзья садоводы и огородники! Сегодня у нас с вами вечер вопросов и ответов. И я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Вы извините, мои дорогие, что я, в общем-то, порой не то что не отвечаю, я просто не успеваю сейчас отвечать на ваши вопросы. Вы тоже должны меня понять. Сейчас горячая пора, идет посадка огорода, рассада, живность, вылупление цыплят, утяг, и порой просто физически не успеваешь ответить на вопросы. И вот поэтому мы решили снять видео по вопросам и по ответам. Ну что ж, я слушаю ваш вопрос. Вопрос. Юля, подскажите, пожалуйста, у меня около сарая есть место. Там 3-4 летней давности навоз свиной. Что можно там посадить? Вы знаете, в общем-то, как бы, это уже, можно сказать, не навоз, а перегной у вас. Поэтому его хорошо просто добавить куда-то в землю. Но самостоятельно на нем, в общем-то, ничего не стоит сажать, потому что перегной очень быстро пересыхает, и растения, в общем-то, могут погибнуть в нем. Юлия, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, когда надо высаживать розы, те, что вы купили в феврале и спрятали в подвал? Спасибо. Эти розы можно высаживать уже где-то во второй половине апреля. Так что розы можно посадить и просто сверху их укрыть укрывным материалом, а потом, в начале мая, его снять. Скажите, мы купили теплицу, как у вас. После сборки мне нужно ее новую обработать или как? После сборки ее совершенно не нужно обрабатывать. Я считаю, это как бы лишнее. Собрали и, в общем-то, можно уже приступить к посадке в теплице. Какие вы используете опилки для рассады? Перепревшие или можно свежие? Спасибо. Для рассады я, в общем-то, опилки подстилаю до на дно. Туда можно просто использовать свежие опилки, не обязательно перепревшие. Юля, караул, у меня зацвели помидоры. Что делать? Ну, в школе зацвели ничего страшного. Порой бывает, что высаживаем рассаду и уже даже маленькие помидорчики висят. Ничего страшного. Юля, может, у вас есть какой-то совет, как спасти помидоры? Помидоры вянут, почти нет корней. Когда я пересаживала, корни были отличные. Видимо, что-то с землей. Вянут и сажать поздно. Скорее всего, это причина не из-за земли, а просто-напросто вам нужно следить за поливом. Вы их, наверное, все-таки заливаете. Вопрос следующий. Расскажите, пожалуйста, как выращивать гладиолусы. У меня всегда возникают проблемы с их выращиванием. Заранее спасибо. Вы знаете, во-первых, гладиолусы, я вам хочу сказать, они хороши в групповой посадке. То есть, их хорошо сажать группами. Не грядкой, а просто группами. Например, типа как вот в шину посадить, то есть покрышку от машины. Они должны смотреться в групповой посадке. Это первая рекомендация. Вторая. Перед посадкой их нужно обязательно, обязательно обработать в слабом растворе марганца. Потом, что я дальше делаю? Я беру опять-таки влажные опилки. И сначала я гладиолусы сажаю перед посадкой, ну, примерно где-то недели за две, влажные опилки. Чтобы они нарастили хорошо корневую систему. А только потом я их высаживаю в грунт. Вот такие, в общем-то, пожелания и рекомендации по посадке гладиолусов. Вопрос следующий. Сегодня собралась замочить огурцы на рассаду. Открыла пакет. Семена обработанные. Они зелененькие и есть и другого цвета. Как быть? Ведь их нельзя замачивать. А я хотела по вашему способу в пеленке с водичкой. Ответьте, пожалуйста. Нет. Эти семена ни в коем случае нельзя замачивать, потому что они прошли специальную предпоседную подготовку. Поэтому их можно посадить в пеленки сухими, без всякой водички. Вопрос. Почему у меня в улитках сохнут цветы? Они только вылазают, целлофан уже убрала. Вы знаете, по всей видимости, вы поспешили с уборкой целлофана. Я, когда сажаю цветы, сею цветы, я, в общем-то, дожидаюсь, пока не появится настоящий листочек. Вот когда он появляется, только потом я убираю целлофан. Это вот по цветам. И что же теперь делать? Просто-напросто надо снова надеть целлофан и следить за поливом. По всей видимости, пересыхает туалетная бумага. Я не знаю, вы конкретно не указываете, вы подсыпали землю или каким вы способом посадили улитки. Вопрос следующий. А что еще можно посадить в мешках? Перец, томаты, баклажаны, кабачки. Очень нужен ваш совет. Думаю, это всем пригодится. Вы знаете, в общем-то, я честно вам скажу, я сажаю огурцы. Именно огурцы в мешках. Томаты и кабачки, вот следующие культуры, я считаю, в общем-то, это неудачный вариант посадки именно в мешках. Вот что я вам хочу сказать, что, например, очень удобно делать такие мобильные грядки из корзин, из-под фруктов. Вот в них, как раз-таки, это как бы переносные грядки. Можно посадить кабачки и какие-то другие культуры. Но, конечно, не томаты, потому что томатам нужна более глубокая какая-то емкость. Ну, я не вижу смысла сажать в мешки томаты. Вы говорили, что потом, если в пеленках с помидорами мало земли, надо ее добавлять. А когда это делать? Ну, вы знаете, порой этой земли, да, если вы изначально не положили маленькое количество земли, этой земли хватает до высадки в грунт. Как узнать, хватает земли или нет, вы просто-напросто можете развернуть один помидор и посмотреть, что происходит с корневой системой. Скажите, пожалуйста, когда посадить огурцы на рассаду для открытого грунта? Заранее спасибо. Огурцы для открытого грунта уже можно сажать на рассаду сейчас, 11 апреля. Ну, что ж, вот, пожалуй, на этом, на такой веселой ноте я и буду заканчивать свои ответы на вопросы. Мне очень приятно было отвечать на ваши вопросы. До новых встреч! С вами была Юлия Меняева. До свидания. Пока! Субтитры подогнал «Симон»